что значит мама везет в садик посмотри на маму недовольный ребенок пошли машину пошли давай анти кто это богомол обалдеть и не знаю что что какие они вредные не вредно гриша глянь богомол богомол вот видишь вот богомол гриш глянь зырит даже крытит сторона все не трогай его поехали фото афоня стал счастливым потому что можно взять яблоко опять уже не счастливым давай на кораблике те сфотографировать сейчас подожди нравится все можно идти ты тут да мы как договаривались улыбаться а зачем нам улыбаться да если все время ходить грустными да тут а никто не захочет с тобой играть до на все я тебя люблю пока муравьи захватили осиное гнездо он даже видно глянется немного даже подволю влупляются у нас уже шесть вечера я даже не знаю что приготовить на ужин поэтому варю картошку в мундире сделаю еще салат кстати надо сейчас семена льна добавить я их выставила чтобы про них не забыть и вот опять забыла все семена льна в салате салат в общем серженечка должен купить селедки и картошка мундирах мальчика в моих ужин мама не ужинает не хочу да у нас галютная не не буду галютная сегодня у нас картошка мундире и селедка салат да вот же ты ставил их наверх это что у нас такой как называется клубника в шоколаде да на сегодня все мой влог заканчивается я доделала прянички тоже свадебные пряники из будущего вот и завтра буду их утром упаковывать да и сегодня еще хотела рассказать о том как я на права как я езжу на машине в общем пошла я на права 20 лет по моему вот отучилась ездили мы по динской и по нашей станице по машастовке и площадка вот было в динской и как только я отучилась я стала ездить и на окушке но мне конечно было страшно в динскую даже было страшно ездить и по месту как-то вот эти повороты налево я всего боялась но потихоньку вот по тем местам там до хутора я помню я часто ездила тогда еще девушка коля был я его возила собака здесь кормить когда он здесь уже не жил вот ну как-то по станице мне было легко ездить в краснодар я помню родители из краснодара везла руки и ноги тряслись а ну знаете как я даже сейчас не езжу в краснодар только потому что не страшно мне даже по трассе не так страшно ехать вот в ельске не сделала еще в отрадную когда мы ездили на горячие источники с мамой но по городу почему-то у меня страх до сих пор несмотря на то что стаж уже 10 лет то есть я уже 10 лет реально прям езжу за рулем у меня не было такого что я выучилась положила права на полочку и не ездила нет и даже было время когда я ездила на старенькой окушке которая знаете она не выезжала только тогда когда сержуня был в станице то есть я ему звоню говорит и в станице и тогда только выезжала в магазин потому что она была настолько непредсказуема что могла заглохнуть самый неподходящий момент где-нибудь на перекрестке или не завестись потом когда вышла с магазина в общем и сержуня меня толкал тащил до дома вот а потом когда вот нам позвонили сатраны да говорят что приезжайте на горячие источники тра-та-та там все бесплатно вам будет мне очень хотелось чтобы моя мама поехала туда но я понимала что уже с работы сережу не отпустят и я поняла что только мне нужно ехать за рулем и я просто собралась с мыслями вот и понимаю то что мне просто нужно смотреть на указатели включили мы навигатор и слушая навигатор глядя на указатели особенно скорости и на кольце главное туда повернуть куда нужно ну вот по трассе да когда едешь эти кольца перекрестки да главное считать поворот в какой вам нужно повернуть вот для меня вот это самые основные моменты и вот если есть скорость 40 в незнакомых каких-то местах то значит надо ехать 40 несмотря на то что по станице например ограничители скорости конечно нужно соблюдать но в плане того что это не настолько строго потому что я знаю что дальше что будет за поворотом а в незнакомых конечно местностях очень сложно и несмотря на то что мы даже были в отрадной мы потом поехали в пескуновку то есть это же прошу прощения но для меня это уже поздно 11 часов потому что просыпаюсь я сейчас в 5 утра вот и для меня вот все я все находила мы даже ездили в гости то есть это вообще все было классно поэтому я сейчас стала прям кайфовать от руля и мы ехали в ейск я прям расслабилась и получала удовольствие вот и я понимаю что я бы с удовольствием поехала в краснодар вот с удовольствием нам завтра нужно ехать в краснодар но на зипе переделал чего-то непонятного и кольцо не кольцо что они там переделывают и я боюсь откровенно прям боюсь поэтому не хочу даже туда лезть не хочу туда ехать на машине понимаю что там будут пробки вот и мы поедем завтра гриши за портфелем на общественном транспорте но все места куда мне нужно ехать и даже если бы мне нужно было ехать вот крайняя необходимость только на машине в краснодар я бы все равно ехала слава богу у меня такой необходимости нет вот но мы ездили пире в гости да то есть куда-то по объездной прям не в центр краснодара отлично я могу ехать вот так что в общем как то так направо мне не было страшно никогда мне всегда хотелось это настолько круто передвигаться и живя на хуторе я понимаю что без машины тут бы было сложно прям сложно сложно ну с одной машины да и когда только у сережи на работе и он на работе то возить детей поэтому это уже даже не роскошь действительно средство передвижения вот так что я прям счастлива что я я вожу и сейчас прям получаю удовольствие в кореновку также ехала меня немного это пугало когда я не знаю куда ехать вообще не знаю но навигатор сейчас есть все здорово он разговариваешь с тетечкой и все отлично она тебе все подсказывает поэтому водить я люблю не боюсь и если учитесь направо то нужно сразу поехать сразу сесть за руль и я знаю что все будет отлично просто не бояться смотреть на знаки вот и лучше лишний раз подождать при повороте налево особенно ну это моя такая да теория я стою жду пока вообще там вот потому что это безопасность безопасность детей вот так вот в общем все на сегодня про брови кстати быстренько скажу что должны вроде бы держаться месяц но не знаю у каждого по-разному Ксюха сказала что чем больше волосков тем дольше будет держаться потому что с кожи смывается быстрее то есть есть такие брови у которых много кожи волос мало и естественно с кожи смоется быстрее краска вот посмотрим сколько у меня продержится все всем до завтра завтра опять подъем в 5 утра нужно смонтировать видео нужно упаковать пряники свадебные и нужно еще собраться привести себя в порядок помыть голову потому что мы завтра едем в ровщу Гришке за портфелем Антоха тоже с нами поедет купим ему пенал ну и Гриш тоже то есть они сами себе выберут мне кажется это такая радость которая вроде бы школа понятно что Гришка уже понимает что это он уже как бы не хочет но вот эти вот радости новый пенал новый портфель они как-то все равно настраивают на что-то позитивное и хорошее и хотя бы вот заряд дадут им хороший толчок в школу в общем я тоже люблю тратить деньги и покупки это круто завтра будем это делать